Малайзия – завораживающая страна, которая очаровывает и искушает, окунает в нереальную красоту. Все малазийцы приветствуют гостей не только речами, но и улыбчивыми лицами, дружескими жестами. Все это отсвечивает волшебными чарами и необыкновенным радушием сказочного места. Там находятся три уникальные, старейшие культуры – индийская, малайская и китайская, созвучно совмещающиеся друг с другом. Малайзия – государство, окруженное четверкой морей. Страна, в которой сосуществует множество национальностей, население – больше 20 миллионов человек, состоящие из китайцев, малазийцев, коренного населения племен и индусов. Национальное вероучение – ислам. Также много буддистов, индусов, христиан и исповедующих конфуцианство. Официальным языком является малайский. Кроме того, применяются китайский, английский, тамильский. Страна уникальна своей историей и традициями. За несколько десятков лет автономности от Англии, она трансформировалась в крепкую финансовую структуру, не только вследствие природных ресурсов, но и из-за изготовления высокотехнологического программного обеспечения. Дополнительная информация. Время в стране обгоняет московское на пять часов. Острова Малайзии для отдыха походят идеально. Красивейший и цветущий подводный мир для дайвинга, густые джунгли и великолепные вечно зеленые поля для гольфа, яркие экзотические вещи в магазинах, местная колоритная кухня. Предлагает Малайзия пляжный отдых, которому в стране уделяется масса внимания. Туристам позволено решать, где отдохнуть и какие апартаменты выбрать, колоритные хижины или отели с лучшим сервисом, направиться на прогулку на острове в Малайзии по непролазным джунглям или заняться дайвингом, посетить загадочные пещеры или всю ночь танцевать в ночном клубе. Курортный сезон в Малайзии длится весь год. Климат муссонный, экваториальный. Средняя температура воздуха колеблется в зоне плюс 25-28 градусов. Долины в дневное время прогреваются до плюс 36 градусов. В гористых же районах может быть достаточно прохладно. Влажность большая, 80% весь год. В сезон муссонов она достигает около 100%. Малайские дожди длятся всего 2-3 часа в день, в оставшееся же время очень тепло. Идеальным временем для отдыха в стране является фаза с марта по сентябрь. Лето, июнь-август, температура воздуха днем колеблется от плюс 29 градусов с до плюс 31 градуса с. Ночью чуть прохладнее, от плюс 25 градусов с до плюс 28 градусов с. Важно, не рекомендуется посещать государство 3 месяца, ноябрь, декабрь и январь. В это время стоит невыносимая жара и тяжелый, влажный воздух не переносит туристы европейских стран. Регионы страны взаимосвязаны друг с другом аэропортами. Передвижение на самолетах, происходящее по несколько раз в день, является самым распространенным. Цена билета выше среднего. Железнодорожные паутины объят весь материк государства, от Таиланда до Сингапура. Поездом можно добраться и в соседние страны. В стране много портовых городов, где отлично налажено паромное сообщение, цена билета ниже средней. Такси в Малайзии недорогое. Сев в такси, обязательно нужно следить за показаниями счетчика, если он включен. Хотя шоферы чаще всего его не включают. Рассчитываться за поездку лучше наличными. В деревнях популярны мото-такси и велотакси. Самый распространенный способ передвижения – это автобус. Правила дорожного движения водители практически не соблюдают. Можно арендовать машину, если имеется водительское удостоверение международного образца. Для этого потребуют оплатить несколько страховок, сборов и налогов. Движение в стране левостороннее и очень интенсивное. Часто случаются пробки. Малайзийский собор. Пляжные курорты Малайзии поразят опьяняющими ароматами, хмельными танцами, увлекательными коралловыми рифами, чудесными гаванями и пляжами. Природа даровала стране уникальную красоту, история наделила ее интереснейшими легендами и мифами. Малайзия – одна из безопасных стран для туристов. Пляжный отдых в январе столица Куала-Лумпур в Малайзии – пляжный отдых. Туристы посещают город как добавление к базовому отдыху. Проводя тут один-два дня, чтобы взглянуть на небоскребы близнецы Петранас, побывать в пещере Бату, накупить сувенирчиков и недорогих копий брендов. На купальный отдых в столице рассчитывать не приходится, ближайшие пляжи находятся в 35 километрах от города. Обратите внимание, острова для отдыха даруют удаленность от городов. Малайзийские пляжи с чистейшим песком, спортивно-культурные комплексы, рестораны, круизы на соседние острова, туристические экатуры, экстремальное покорение горной цепи Гунунг-Тахан, прогулка по заповеднику Таман-Нигара – все это доступно для туристов. Некоторые острова Малайзии, где лучше отдыхать, отдых на острове Пенанге познакомит туристов, прибывших сюда в сезон – зима, январь, февраль, или осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, с традициями и достопримечательностями. Курорт оживленный и шумный, круглый год привлекает огромное количество гостей со всей планеты. Из-за большого количества ночных клубов и увеселительных заведений здесь много молодежи. Для семей с детьми и пожилых есть песочные золотистые пляжи, находящиеся в некоторых частях острова, также детские парки, сады, рестораны, большой выбор отелей. За границами зоны отдыха достаточно грязно. Ехать на этот остров ради пляжного отдыха не стоит, из-за обилия медуз в прибрежных зонах будет предложена альтернатива – экскурсия посещения диких островов, где можно искупаться в прозрачно чистой воде. Хорошее время для проведения отдыха – с октября по май. Определенно известным считается отдых на острове Ланкави, тут нет штормов, что позволяет купаться круглогодично. Малайзийские пляжи уютные с белым песком, чистейшей водой. Некоторые пляжи являются дикими, там можно найти уединение. Влюбленным советуют пляж Кок. Ценителям экзотики понравится черный песок на пляже по сирхитам. Песок на пляже вулканического происхождения. Здесь можно организовать шоппинг, попробовать вкусную еду в ресторанах. Из развлечений можно посмотреть аквариум, крокодиловую ферму, фруктовые сады, заняться дайвингом и рыбалкой. Идеальное место для поездки – с ноября по апрель. На острове ведется беспошлиная торговля. Стоимость на некоторые вещи, включая алкоголь, очень низкие. Очарование островка Панкор – неиспорченная красота природы, нетронутая посетителями острова. Колорит местного народа, живущих в рыбацких деревушках и нетронутые тропические джунгли. Они соседствуют с роскошными отелями и маленькими селами. Панкор можно обойти за один день. Мелкий песок и синий цвет океана приведут в восторг. Ночных клубов и шумных развлечений здесь нет, но зато есть парк Телук-Нипах. Весь год тут жарко, дожди длятся с ноября по февраль. Остров Борнео – удивительное место с национальным парком Ниах. Все отели острова предлагают занимательные прогулки, с романтическим ужином в красивых ресторанах, где угощают изысканным вином и местными экзотическими блюдами. В гостиницах находятся фитнес-центры, волейбольные площадки, открытые бассейны. Остров еще называют «Островом обезьян». Теоман входит в десятку самых красивых островов мира. Остров является заповедником с девственной природой. Здесь можно поплавать с китовыми акулами, что совершенно безопасно. Лучшее время для рыбалки и дайвинга с мая по октябрь. Чтобы попасть на остров придется внести плату. В супермаркетах ведется беспошлиная торговля. Табачные изделия и алкоголь можно дешевой приобрести. Маленький остров Рава почти необитаем. Досуг можно провести, занявшись пляжным волейболом, венчерфингом, рыбалкой и романтическим плаванием под парусом. В период с ноября по март начинает сезон мусонов, в эти месяцы отели могут быть закрыты. Роскошных апартаментов на острове найти невозможно, но цены высокие. Стоимость еды в отелях также достаточно высокая. Находиться на территории государства можно до 30 дней без визы. Перед посещением Малайзии обязательно надо учитывать погодные условия, чтобы не попасть в сезон мусонов. Выходя из отеля, паспорт нужно брать с собой, так как у иностранцев очень часто проверяет документы полиция. Если туристу на отдыхе предложат напитки, нельзя отказываться, это неуважение. Запрещено гладить по голове малайских детей. Перед посещением острова обязательно следует сделать прививки от полиомиелита, гепатита А, столкника и тифа. Не рекомендуется питаться у продавцов, торгующих едой на улице. В людных местах обычно много карманников. В индийский храм нужно взять с собой носки. Вовнутрь пускают исключительно без обуви. Отдых в Куала-Лумпур обратите внимание. В любом месте страны к отдыхающим относятся с огромным уважением, где каждому постараются во всем помочь и оставить только положительные впечатления. Туры в эту замечательную страну будут полезны для любителей тишины и безмятежного семейного отдыха. Для тех, кто любит активно проводить время, можно посетить парки, местные достопримечательности, заняться дайвингом, скалолазанием.